В студии РТВА и в Нью-Йорке Борис Кольцов. Сергей, здравствуйте. В очередной раз мы видим, что такое громкое слово санкции на самом деле под собой никаких таких серьезных последствий, в первую очередь экономических, не несет. Вот это связано с тем, что любые другие более жесткие санкции обязательно скажутся на американском рынке. Например, если полностью перекрыть кислород с российскими гособлигациями, то пострадают американские инвесторы в первую очередь, ну или там как минимум пострадают точно, а сейчас нет. Либо здесь не хватает некой политической воли, или все-таки за этим американские деньги стоят, за тем, что не так жестко все. Борис, добрый вечер. Ну, такой набор вопросов, давайте попробуем по частям. Во-первых, я думаю, что санкции слабые, ровно потому, что этого хочет американская администрация. Во-первых, можно придумать такие санкции, которые будут сильные, но которые не будут бить по американской экономике. Взять, например, заморозку активов и корреспондентских счетов российских государственных банков. Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, ВЭБ и дальше по списку. 75% российской банковской системы лишается возможности проводить расчеты в долларах. И мы понимаем, что для российской экономики, для российского финансового рынка это такой сильнейший удар. И хаос на рынке неизбежен. При этом американская экономика не пострадает. Поэтому то, что санкции слабые, это осознанное решение. Почему они слабые? Мне кажется, что нужно хорошо понимать, что жизнь никогда не начинается с чистого листа. И то, что президент Байден пришел в Белый дом 20 января, не означает, что до этого не было 19, 18 и так далее. И ему в какой-то степени нужно подвести итоги. Вот есть проблемы, накопленные к тому моменту, когда он пришел в Белый дом. Это и кибератаки, это Афганистан, это вмешательство в выборы. Ну и дальше по списку. Огромное количество проблем в российско-американских отношениях. Ну или тех сюжетов, когда Россия нарушала правила поведения с точки зрения Америки. И за это, как порядочный президент, он должен Россию наказать. Но наказание идет такое, ну скажем так, примерно показательное. То есть я вас наказываю, но не сильно и не страшно. Потому что понимаю, что все это дело прошлое, а мне с вами жить. Мне с вами, с Россией все равно придется о чем-то разговаривать. У нас много проблем, о которых мы обязаны поговорить. И есть проблемы, в которых мы можем найти совместное решение. Оно будет устраивать всех. Иран, Северная Корея, вооружение в воздухе, стратегические вооружения. Не дальше по списку. Ну в общем, есть о чем договариваться, где вроде бы как возможны компромиссы. Поэтому, друг Владимир, поступаю так. За все старое, за старые грехи, которые были при старых администрациях, я тебе слегка погражу пальчиком. Не страшно. А в отношении будущего я тебе выпускаю указ, который вводит чрезвычайное положение и создает юридическую основу для всех будущих санкций. Ну то есть вот вообще для всех. Я после этого могу наказывать твоих членов правительства, их членов семей, могу наказывать членов правления твоих компаний, могу наказывать членов советов директоров, могу наказывать за коррупцию, могу наказывать за покушение на демократию, за убийство, за попытки убийства, за нарушение территориальной целостности. То есть вот могу вводить санкции против всего. То есть таким образом, мне кажется, президент Байден, или его администрация, обрисовали красные линии. То есть вот флажки. Владимир, вот если будешь заступать за эти флажки, то знай, что санкции неизбежны Но поскольку ты уже будешь нарушать красные линии, начерченные мной То санкции будут гораздо более жесткими, чем те, которые за прошлое Поэтому давай мы встретимся с тобой и обсудим Я тебе обрисовал свое видение, как должны строиться или как могут строиться российско-американские отношения И готов тебя выслушать То есть, такими словами, речь идет об инструментах давления перед предстоящей встречей Это не инструмент давления, это в некоторой мере раскрытие карт Я думаю, что во время телефонного звонка в понедельник Байден, безусловно, сообщил Путину о том, что санкции будут вводиться Возможно, даже обрисовал общую концепцию И сказал, вот я тебе предлагаю встретиться и это, среди прочего, обсудить Обсудить те красные флажки, те красные линии, которые я для тебя рисую И ты дальше сам решай, готов ты их переступать, не готов ты их переступать Одним словом, я играю с открытым забралом Я тебе говорю, иду на вы, но ты знаешь мою позицию Хочу еще один момент уточнить К сожалению, на больших вопросов у меня не хватит времени, хотя их много Но, вот, как правило, режим чрезвычайной ситуации в Америке объявляется для того, чтобы легче расходовать бюджетные средства Можно вспомнить режим чрезвычайной ситуации на границе с Мексикой Который помог Трампу выделить деньги на строительство его любимой стены и так далее И вот в этом контексте здесь американцы на что могут тратить деньги с меньшим контролем со стороны Конгресса В контексте именно противостояния угроз со стороны России Борис, я думаю, что здесь вопрос не о деньгах Чрезвычайное положение в данном контексте, в этом указе используется для того, чтобы президент Байден и его администрация могли вводить новые санкции Потому что при всем могуществе американского президента, при всех огромных его полномочиях Вот просто так, с кондачка, что называется, не имея никакой юридической основы, он в санкции вводить не может Для этого Конгресс принимает законы, для этого есть какие-то условия И вот как раз наличие чрезвычайного положения, это дает возможность президенту и его администрации вводить санкции И в этом отношении президент Байден фиксирует, что отношения с Россией создают угрозу национальной безопасности США Поэтому санкции вводить можно Обратите внимание, ведь американская администрация очень долгое время отказывалась вводить санкции против олигархов Против членов семей чиновников, коррупционеров Вот потому что не было для этого никакого юридического основания Но об этом говорилось, правда не вслух, а так вот на закрытых встречах Что мы не можем этого сделать, потому что эти санкции могут быть оспорены в суде И мы проиграем Вот после этого указа можно вводить санкции против детей российских министров Против детей российских генералов, против детей российских олигархов, которые попали под санкции А их дети, которые живут в Лондоне и владеют квартирами, могут соответственно быть субъектами американских санкций Их счета могут блокироваться, их активы могут замораживаться Поэтому вот сегодня это не о тех деньгах, которые будет тратить американский бюджет на борьбу с Россией А о тех возможностях, которые появляются у администрации Белого дома Спасибо большое ОБРАНemary, что у săблок �урсы Почему на бюджетаху не заходит Сергей Васильев bunu Я в Beam the��� 않 method I was clear with President Putin We could have gone further But I chose not to do so I chose to be proportionate The United States is not looking To kickoff a cycle of escalation In conflict with Russia We want a stable, predictable relationship And if Russia continues to interfere With our democracy And I'm prepared Продолжение следует...